Находясь в ссылке, я думал, где дальше меня Господь определит на служение, где дальше нести труд в братстве, в народе Господнем, где использует меня Всевышний. И находясь там на протяжении лет двух, я очень молился Господу, чтобы Господь место указал, куда мне ссылки направиться, так как там жена все продала, и уже туда больше не могли возвращаться. Вернее, не было туда у нас пути, дети подросли, надо было церковь побольше, где есть хор, где есть музыка, и молились, куда же Господь пошлет нас. Второе, о чем я очень просил Господа, еще из лагеря и все время на ссылке, чтобы мое служение сопровождалось знамением, чтобы не только служить благовестием, но и сопровождать его молитвой об исцелении, изгнанием бесу и всем тем, что определяет Евангелие от Марка, верующих в меня будут сопровождать все знамения. Очень хотелось, чтобы, когда обращается больной человек, не указывать ему на аптеку, лекарства, а указать ему на источник жизни, на исцелителя, Бога нашего. И об этом я имел заботу. И вот где-то к концу нашей ссылки мы получаем письмо из Харькова, совсем от незнакомой нам личности, и приглашает нас сестра в Харьковскую область проехать. Мы размыслились с женой, помолились неоднократно и утвердились ехать в Харьков. Адресуем багаж, адресуем все и направляемся в Харьков. По пути домой очень тяжело заболела наша мамочка, жена моя. У нее очень высокое икоруное давление, и мы ее с трудом довезли домой. И не только это, а как-то поражена была ее и нервная система, и все состояние ее здоровья. И когда мы уже возвратились в Харьковскую область, здесь Бергачевский район, то перед нами много проблем стало и приобретение домовладения, и также вопрос исцеления матери, которая находилась в тяжелейшем состоянии. Я к братьям, на совещании братьям, сказал, что братья, помогите мне, мне вот такой горе, жена очень больная. Один из братьев, из харьковских братьев, посоветовал мне совершить молитву над ней с елей помазанием. И я утвердился в этом. Назначили пост с семьей. И к вечеру после поста, вот мы совершили над мамочкой молитву, я возложил над ней руки. Затем помазал ее елеем во имя Господа, и Господь послал ее исцеление. Затем она укрепла, укрепилась, и когда попали мы на совещание совета родственников-узников, и стал вопрос о ее дальнейшем служении, о ее дальнейшем подвязании среди дорогих сестер, которые ходатайствуют за дело узников, то мы оба заплакали и сказали, если Господь разрешил ее, и она получила исцеление от такого тяжелого заболевания, то мы другого пути не мыслим. Она согласна нести служение, ходатайствовать за обреченных, угнетенных, и ее приняли опять в состав совета родственников-узников. Меня же по возвращению или по прибытию в Харьковскую область, братья встретили любезно, Харьковский областной совет, попросил меня о моем прошлом, включили меня братья в совет областной, в совет по местной церкви, и начал я трудиться на Харьковщине, совершать труд во имя Господа, труд благовестия со всей семьей. Дети влились в церковь Дергачевскую, церковь хорошая, здоровая церковь. В этой церкви хороший служитель Виктор Кузьмич Моша, до того времени выдержавший три раза срок, а сейчас уже четыре раза срок лишения свободы. Верный Господу раб и братья на Харьковщине давно уже подвязаются в вопросах исцеления или помазания над больными. И вот то, что я просил Господа, вот здесь на Харьковщине Господь приобщил меня к этому труду. И благовестие мое начал я сопровождать немного с молитвами над больными. И так Господь давал благословение, успех, особенно деточки получали по вере родителей, по чистоте своих сердец много исцелений от разных заболеваний. Вот так я подвязался в братстве с 80-го года, с осени. Здесь мы купили домик недалеко от Дергачей, Цуповки, вот и поселились жить. Дом был куплен на жену, и когда узнали власти, милиция, кто купил дом, узнали мое досье, вот, сильно воспротивились большой яростью, и сам начальник милиции сказал, что примем все меры, чтобы веселить тебя, расторгнуть твой договор купли-продажи, и ты тут не нужен, убирайся куда хочешь. Угроза незамедленно шла в исполнение, составили они документ такой, иск от смешницы по дому, дом на две половины, что якобы она хочет купить этот дом, хотя она давала на покупку согласие. И иск в суд приглашают нас на расторжение договора. Мы молились Господу, церковь молилась, и эта соседка встречной дала мне заявление, когда я пришел к ней, она плачет, и говорит, вот так КГБ ездило две недели, каждый вечер требовалось, чтобы я дала такое, и даже сулили ей помощь, чтобы только я дом этот не купил. Да и вообще на Харьковщине такой в них порядок, что если человек верующий, дом не купишь, вот, спрашивают верующие, а в некоторых местах даже дают закурить, чтобы узнать, верующий ты или нет, или ругаться заставляют, вот, а верующему, вот, купить тяжело. Как в дни скорби уже примерно, вот, не купить, не продать. Ну, и когда она дала мне встречное заявление, что она не имеет претензий никаких, плачет, видно, совесть сильно обличает, и говорит, вы люди неплохие. И я с женой пошли в суд, отдали эту суде, написали свое сопроводиловку, письмо, что это фикция все, что нельзя так делать, и будет сделано оно оглашено на весь мир, если они это сделают. Ну, они прекратили. Прекратили, и вот мы живем в Цуповке, в этом поселке, семьей всей, желаем и служим Господу, и домам нашим, и все, что имеем. Озлобление властей, озлобление местной власти продолжает быть усиленным на нас, и особенно вот на меня, вскоре после этого, как я поселился, как только пройдут разгонять собрание, взяли меня 15 суток. И так меня 4 раза с 80-го года, где-то с 81-го, к концу 81-го года я 4 раза по 15 суток отсидел у них за то, что присутствовал на богослужебных собраниях. Затем уже завели на меня дело, и готовили меня к сроку новому. И здесь братья, областной совет, предложили мне выйти на труд духовный, чтобы потрудиться. Вот. По совету братьев я вышел на этот духовный труд. Вскоре братья из совета церквей, служителей совета церквей, к концу 81-го года приняли меня в состав служителей совета церкви, поручил мне право рукополагать служителей на служение. После этого братья поручали труд в пределах нужных для братства, и Господь благословлял нести этот труд. Особенно оказалось для меня тяжелым и трудным положение в Средней Азии, куда братья меня послали по поводу тяжелого состояния положения там братского совета. И Бог благословлял с друзьями в некоторых церквях проводить беседу, разъяснять линию совета церквей и благодарение Господу узнавать, как в Азии дела, какую работу проводили вот эти люди, которые хотели оторваться от братства, от курса братского. В 83-м году, возвратившись однажды из Азии, из Средней Азии, я решил посетить Ворошиловградщину родную свою, побывать в Ворошиловградской области, посетить друзей. И так объехал эту область, во многих местах совершил хлебопреломление, как раз дело было перед Пасхой, и на Пасху, думаю, буду встречать праздник вместе с церковью Ворошиловграда. Под 8-е мая 83-го года, подъезжая на место, где должно быть богослужение, ночью, в первом часу ночи, из переулка выскочило два человека, схватили меня и сопровождающего меня сына Павла Тимофеевича, Ретикова Павлика, и уже не выпустили. Забрали у меня сумку, показали мне удостоверение комитета госбезопасности, посадили в машину и увезли в Артемовское отделение милиции Ворошиловграда, города Ворошиловграда. Со мной были некоторые документы, как, например, кассета из речи Георгия Петровича, обращение к церкви города Джамбула Геннадия Константиновича, комментарии на послание апостола Павла к Каринфинам, магнитофон Сони и пленки Ярла Пести об ученичестве. Очень они радовались, очень они торжествовали, что взяли меня и посадили меня. В канун Пасхи пришлось быть в КПЗ. Вместо торжества печать. Камень на сердце печать, и печаль. Но особенно я не унывал, к этому я готовился, так как знал, что в любой момент это может быть. И утром, когда после служения церковь пришла к краю в дело милиции в Ворошиловградской и пришла узнавать, где их брат, я услышал их голоса, камень был отвален от гроба, камень был отвален от моего сердца. Друзья пришли, какая она дорогая мне, в Ворошиловградская церковь, сколько много общего пережито, приплаканно там. И вот друзья пришли, так много их пришло, милиция испугалась, и срочно меня забрали и увезли в областную прокуратуру. когда я привезли меня в областную прокуратуру, и вот вышел меня встретить прокурор, зампрокурора области, который обвинял меня на прежнем суде. Некто Рябов прокурор, как вы ссылку отбыли, спросил, как первый срок, и вот опять, значит, надо нам опять вас судить. Но я был недоволен его визитом, так как он помогал коварно составлять протокол обвинения следователю. Давал такие коварные наводящие вопросы, я сказал, если вы будете это делать, то я отказываюсь от предварительного допроса, и ничего не буду вообще отвечать. Путали меня очень, захотели запутать там, ну, в общем, тогда он замолчал, и следователю я дал показания, какие он спрашивал. Ну, не окончили мы еще наши собеседования, как друзья уже были в прокуратуре областной, чудные у меня друзья в Рашвилово радио, молодцы, и привезли мне с собой одежду уже, бушлат привезли, который сопровождал меня весь срок, привезли мне рубашку, сапоги, ну, одели меня полностью и покушать принесли, когда после областного облпрокуратуры меня везли в спецприемник, сопровождали здоровый, желали стоять в истине, верным остаться Богу. Вот так и начался второй этап скитания, второй этап моего ареста, его, значит, лишения свободы, этой дорогой, которая для нас очень драгоценна. Ну, места уже знакомые, что в спецприемнике, что в следственном изоляторе или тюрьмой, как мы ее называем. Ну, удивило меня немножко в тюрьме, я думал, что оно немножко изменится, но когда я прибыл, меня привезли в общую камеру, бросили, и когда я увидел, что почти все люди в тяжелом состоянии, одолевают насекомые, люди это все уничтожают естественным образом таким, то я в ужас пришел. Ну, тюрьма перегружена, места нет ни на полу, ни на этих нарах, на нарах местах, где двум месту, спят трое. Ну, сразу я ребятам сказал, кто я, что я верующий, помолился тут, засвидетельствовал о Боге, и один из них, армянин некто, вот, говорит, тебе туда ложиться на пол нельзя, там тебя съедят вши, ложись со мной рядом, ты святой человек, вот, армянин нашелся, ты святой человек, будем спать по очереди, ты и я ложись, кидай матрас возле меня. И так он меня приютил, и я несколько дней был вместе, вот, в этой камере, очень плохая камера, больше ста человек, душно, потом умевались, буквально, не продохнуть, и Бог это все увидел, усмотрел, как мой Господь, Он держит жребий наш, мой, в частности, и через дней 4-5 меня перевели в подвал на режим содержания, там более жесткий, но для нас это лучше. Это тройники, так называемые, кто был там, знают. И когда меня по пути вели в этот тройник, забрали меня отсюда, я смотрю, на коридоре стоит кто-то из знакомых. Значит, обращаю внимание, ближе подхожу, Павел Тимофеевич Ретиков, друг мой, брат по первой неволе, брат по труду в одной области, друг юности. Смотрю, Павел Тимофеевич, я сзади, я уже знал, что он арестован, он марки арестован, а я уже в мае, а он еще не знал, что я арестован. И кроме того, что я знал, что он арестован, я уже знал, что он и в этой тюрьме, потому что у прогулочных двориках, везде на стенах, хоть там и стены шубы сделаны, но он умудрялся, карандашиком писал, откровение 2.10, везде было его рукой, его почерком, вот таким, в сторону уклоняется, в левую, везде написано, откровение 2.10, будь верен до смерти, 1 Коринфянам 10.31, и так, едите ли, пьете ли, иной, что делаете, все делайте, во славу Божию. Я знал, что где-то тут Павел, и вот я с ним встречаюсь, скачал, обнял его, он поворачивается, это ты, ты уже тоже здесь, да, здесь, и мы быстро спешим переговорить, думаем, что нас сейчас разлучат, в разные камеры, когда нас ведут в подвал, обеих, и сажают в одну комнату, 13-я камера, и мы с ним вместе, но только мы туда, дверь открыли, как он не наступил на ногу, и дал мне понять, что там уже человек, есть их, наседка, так называемый, и быть осторожным. Ну, мы в прогулочном дворике в основном разговаривали о деле Божьем, о деле братском, а так между собой говорили, было о чем говорить, молились, трое суток прошло очень быстро, на третьей сутке Павла Тимофеевича от меня забрали на суд, и уже больше я его не видел. Я оставался в этой камере, камера эта была для меня далеко легче, здесь уже не так жарко, и зато свидетельствовать возможно о Боге, больше свободно. И я все, что знал из Библии, за полтора месяца, ежедневно, повествовал им от Ветхий Завет, все пророчества о Христе, и до распятия нашего Господа Иисуса Христа. Были люди из детдома, которые никогда не слышали о Боге, это было для них ново, но никто никогда не мешал. Когда шла беседа, все шесть-семь человек в камере внимательно слушали, и даже потом пересказывали другим, что слышали о Боге. А затем следствие закончилось, вызывали меня нечасто, да и что вызывать, и обвинения на меня-то какие мне, обвинили меня по 187 статье, заведомое измышление порочащей и советское государство. Не было у них никаких на меня документов, по которым они могли бы меня привлечь. Как-то однажды я сижу, подходит надзиратель, женщина, и говорит, вас к адвокату. Я отказался, я говорю, мне адвокат не нужен, я адвоката не просил, не приглашал, и поэтому никакой мне адвокат не нужен. Она меня убеждает, эта женщина, и к кому вы отказываете? Вы же не знаете, что это за женщина. Вот, вы должны прийти, не смейте ее наобидеться. Это Немеринская, Неля Яковлевна. Думаю, ну пройдусь, узнаю, что. Подхожу. Она говорит, вы меня знаете? Я говорю, нет, не знаю. А я вас знаю. Вот вы в Голуба, когда были на похоронах, говорили проповедь, я помню вас. Я знаю, говорит Спан Григорьевич, что я вам ничего не помогу. Сколько вам КГБ посолит, столько они и дадут вам. Да и судью, говорит, такого избрали, который будет судить, это судья самый такой безавторитетный, остальные отказались от вашего дела. Судья будет судить, не хороший человек вас, но говорит, я вам ничего не помогу. Ну просто собственный день суда, когда будет суд. Раз. Что тут передам вам, что делается на свободе от друзей? Вот. Два. И мое показание будет на суде, хоть они в расчет его не примут, а однако очень будет много людей, приглашенных по повесткам, пусть они знают, что они верующих судят незаконно, неверно. И подумав, я дал согласие на адвоката. И она бы присутствовала на суде. Ну, так как она предвидела, и мы это знали, она ничего своим участием не помогла. Ее защитное слово было очень сильным. Было так, что если прислушаться, то меня освободите, а их всех следователей, мы их на скамью подсудимы. Но это, увы, адвокат для формы, его никто не принимает в расчет ее слов. Интересно было на суде то, что после, как прокурор сказал обвинительную речь, защита, все, я в последнем слове своем сказал, что жалко мне этого прокурора, который меня обвиняет дважды уже в жизни моей. И если бы Бог дал ему покаяние, и он принял бы Господа, я готов пойти за него. Я сказал со слезами эту, на 10 лет неволи тюрьму, лишь бы он познал Господа. Когда суд пошел на совещание, он пришел, подошел ко мне, прокурор, и попросил извинения. Развел руку рукой, в него одна рука, и говорит, Германюк, мол, я не виноват. Извините меня, и, может, больше не увидимся, и до свидания. Но это что-то наподобие Пилата, уметь руки, на самом деле он мог иначе вести. Но это все не он, и никто тут другой, а это все Господь, конечно. После приговора, который зачитали суд, длился два дня, но после адвоката они пришли в такое шоковое состояние, что не осмелились объявлять приговор мне, и с пятницы переменили его аж на понедельник. Да, чтобы немножко это дело затушевать. В понедельник уже совсем другие люди были, только наши друзья. Он, как ни в чем не бывало, повторил обвинительное заключение судья, и объявляет три года. В это время друзья, дочка моя, Лилечка и другие, кидают мне массу цветов, папа за верность, поздравляют меня. Я беру эти цветы в руки, большой букет получился, и спрашиваю, граждане судьи, кому дарят цветы? Он так на меня посмотрел, опешил судья, и смотрит тупо так. Я ему второй раз говорю, кому дарят цветы? Охрана занемела, все, никто каких-то мер не принимает. Он молчит, встал, все они встали. Кто-то крикнул из зала, из друзей наших, победители ударят цветы. Друзья в это время запели, жить для Иисуса, с ним умирать. Адвоката ноги затряслись, прокурор встал смирно, можно сказать. Судьи встали в замешательство. Какое-то в зале, на время молчания, какое-то такое, что сам ад занемел к нам на время. И вдруг, значит, как бы отрезвляется эта охрана, подскакивает ко мне, срывает головки с букета цветов, меня зашиворот, и в воронок, и увозят в тюрьму. На пути моего следования в воронок, друзья еще были возле этой машины, и кинули мне опять несколько роз, и две из них я положил за рубашку, пазуху, и в камеру привез, показывал осужденным цветы. Но они долго не жили там. Там такой воздух, что за два часа повяли цветы. Там только человек мог выжить. Когда везли меня на суд, и майор, значит, командир подразделения этого воинского воинской охраны, глянул на дело и говорит, баптист? Я говорю, да, будут КГБ, будут цветы. Он так сказал, да? Я улыбнулся. Ну, точно, как пророческий. Значит, он уже знает, как будет баптиста судить, будут КГБ, будут цветы. А осужденные были вообще удивлены все, что вот такая у нас дружба. Я им рассказал о суде, как бросили цветы, как спели. Это для них вообще какая у нас хорошая дружба и как благословляют узника. Чувствуется, что действительно любовью благословляют. Скажу очень откровенно и с радостью, что я принял, что меня арестовали в Ворошиловграде. Ну, это с радостью, потому что в других местах, так бы, друзья, не смогли глубоко посочувствовать, как-то быть со мною, как именно Ворошиловградская церковь, с которой я связан многими годами служения, жизни. Слава Богу! Ну вот, и осужден, и попал уже в осужденную камеру осужденных после суда. Никаких я жалоб не писал, никаких касаций не писал, ждал отправления в зону. Попытался сделать одну подпорку, как бы, для себя человеческую и попросил жену через адвоката пойти к начальнику управления, лагерями Поворошиловграду. Этот начальник когда-то был у меня начальником колонии, а за эти годы он уже стал начальником управления. И жена к нему пошла. Трудно было пройти к нему, сейчас там очень много охраны у него. Но пробралась она к нему, и он вспомнил, это тот начальник, который говорил, что этих людей воронками не возят. И когда она ему повествовала о нас, о нашем пути, о борьбе, то вот этот полковник, человек такого кресла пустил слезу, вот, зная нас, кто мы за люди, и за что следим, и за что страдаем. И пообещал, что сделает все в его силах, чтобы я был в хорошей колонии в Ворошиловградской области. Но мы ж ведомы Бога, а не человека, и эта подпорка человеческая должна была быть выбита из-под моих ног. Вызывают на этап, набирают нас 96 человек, и готовят в отправку по Ворошиловградской области. Дали нам паёк, забрали к нас матрасы, и к вечеру на поезд одного за одним приглашают, вызывают с камеры. Я остаюсь один в этапной комнате, уже приготовленной. Закрываются двери, меня не берут. Я к корпусному. В чём дело, почему же меня оставили? Чё ж всех забрали я. Вы не забыли обо мне? Нет, говорит, уже готово было всё корпусное. Подъехали с КГБ и сказали, вот этот человек не у Ворошиловградскую область пойдёт, а у другой, куда мы скажем, он пойдёт. И когда мне это сказал корпусной, я понял, что уже рука их длинная и там достала. И возвратили меня опять в камеру, ребята удивились, усуждённые, что я опять вернулся. Неделю ещё пожил на тюрьме и отправляет меня в Березань. 95-я колония, Киевская область. Колония неважная, контингент людей очень плохой и когда я прибыл туда, то меня определили в самый хужий отряд и сказали, что видимо не зря тебя сюда прислали. Очень сурово на распределении разговаривали со мной, определили в плохой отряд. Но упование у меня было и там и везде, что будет Господь со мной и поможет мне. По пути этапом случилось такое горе на тюрьме Киевской, когда мы находились, содержались там. Вдруг вся камера подверглась эпидемии, заболеванию дизентерии. И когда я увидел и даже почувствовал на себе, что уже симптомы болезни меня начинают преследовать, я усердно помолился Господу и сказал Господи, в Твоих руках этого, не допусти, чтобы я мог заболеть, сохрани меня. И вся камера переболела, а Господь меня избавил. Это для меня было очень ободрением со стороны Господа, утверждением, что Он со мной слышит мою молитву. Я возблагодарил Господа и вот пришел в колонию. Определил меня в бригаду сварщиков, где начальник отряда был очень строгий, требовательный успех, интересный человек, грамотный так человек, но требовательный. Когда он познакомился со мной, с моим делом, и письма мне пошли от друзей, то выдавая их перед отрядом, на стройплощадку строили не один наш отряд, а несколько отрядов, он громко зачитывал мои письма и говорил на каждое письмо. Врагу народа вручает одно письмо, клеветнику второе письмо, еще там какие-то эпидеты такие он воздает, а потом уже нечего Божьему удуванчику, значит, и уже тогда остальные письма отдает. Понимал он хорошо меня, мое убеждение, и по их указанию то щемил, а на самом деле он относился с уважением. Я ничего, он уже умер, ничего не могу сказать плохого. Говорил я ему много в его кабинете о Боге, он, конечно, не принимал этого, он считал себя выше этого. Жизнь моя в колонии проходила благодарение Богу, колония строго режима. Если помните, я говорил о первой колонии, что там мне было привилегия, что я мог получить сколько хочу передач, свиданий, то в этой колонии я даже минимума не получил того, что мог. Видел уже Господь, что уже можно иначе меня вести, и смирял здесь очень много. Здесь свиданий мне больше двух суток не давали ни разу за все три года. Свидания очень ограничены, свидания всегда подслушивались. Так я работал подсобным рабочим на подаче деталей для сварщиков, электросварщиков. Завод наш изготавливал машины сельскохозяйственные, зернометатели ЗМ-60. И подавая эти детали, я быстро усвоил номенклатуру деталей, структуру, перечень. И когда начальник производства это узнал, он мне предложил перейти диспетчером работать. Забрал меня в диспетчерский отдел, я в том же цехе работал, и почти я так работал до конца срока. Чувствовалось благословение, они это видели, потому что работа сложная, но Бог благословлял, и я ее осваивал легко. Но как на одну третью срока, так и на пол срока, вызывали на комиссии по изменению режима содержания, оставалось все в силе, потому что они знали с кем они имеют дело. Где-то через полгода моего пребывания прибыл брат из Черкасс, Матюха Александр, брат нашего братства, уверен, молодой, 10 лет как верующий, до того был хулиган, а потом уверовал и на селе своем, группа их человек 15, он им читал Слово Господне, и они его по 187 статье посадили. Брат очень любит Слово Господне, очень любит Библию, пение, мы с ним постоянно занимались изучением Слова Божьего. За этот период очень обильно Господь посещал нас Слово. Мы с этим братом примерно изучили до 100 глав Священного Писания. Очень много из книг Псалтеря Псалмов. Я за свои 50 лет стихотворений меньше выучил, чем за эти три года. Друзья из многих городов, из многих мест писали мне письма очень горячие, очень участные письма, которые порой и меня побуждали мыслить над поэзией. Какое это чудное даяние от Господа. И вот однажды я получил от друзей стихотворение «Вера это поэзия духа и беспредельная вдаль полет, но человек не имеющий слуха любимой мелодии не споет. И тот, кто слеп, никогда не сможет увидеть улыбку зари вечерней. Вот и сегодня в безбожном мире немного ищут поэзии в вере. Пусть мы не все говорим стихами, пусть иногда рассуждаем длинно, но вера поэзия как дыхание всем христианам необходимо». И вот такой стих сосредоточил меня, я его выучил. Он глубокий стих, и размышлять стало поэзией. Я раньше не занимался поэзией. так с первого срока несколько детям в дни рождения что-то напишешь, какой-то стих, а тут поразмыслил о том, что попробовать что-нибудь написать, были там недалеко в окружении нас сосны. Они очень пленяли меня, я выходил к ним молиться, они за забором далеко от меня, но я на протяжении всего года наблюдал за ними, как они терпеливо переносили летом жару, зимой холод, ветры, иней, всякие гололеды, и все спокойно, не меняли цвет, не менялись никогда, всегда зеленые, и я наблюдал за ними, так, за этими соснами, и вот Господь мне положил на сердце вот такую мысль о соснах, написал коротенький стих такой, о сосны милые, поведайте о воле, ибо о ней стомилась душа, к вам прихожу, когда грушу в неволе, хоть видеть вас могу лишь сдалека, заборы, ограждения, часовые, команды глупые, с набором бранных слов, на что только способны люди злые, отвергнувшие Бога и Его любовь, смотрю на вас, и боль в душе смолкает, общение с вами радует мой дух, от вида вашего грусть сердца исчезает, ваш нежный запах лечит мой недуг, о сосны нежные, вы учите смиренью, тому необходимому, что ждет от нас Господь, его то явно, хоть и к сожалению, не достает мне средземных дорог, о сосны стройные, мне б ваше постоянство, в дни злые, в страшные ночи час, когда в неравной битве истомилось братство, а враг задумал не сложить всех нас, от Закарпатия к Дальнему Востоку и с севера холодного на юг, волна гонений и тюремных сроков зловещей силой давит, как недуг. Хоть нелегко приходится гонимым, но пусть история и наших с вами лет отметится подвижничеством зримым, а замыслам безбожья, скажем, твердо нет, ведь оку Всеблагого Бога над верными земли во всякий час и знаем, что Евангельская дорога уверенно ведет всех в небо нас. Затем у меня в жизни произошло такое событие, дети меня к этому готовили, да и сам я как-то духом чувствовал моим, что подстерегали враги наши, им показалось мало наказать меня и лишить воли, лишить детей свободы, они посягнули и на жену, больную мою жену, усталую уже, и ее арестовали и посадили, осудили, тоже по 187-й, по 138-й, статьям Украинской УССР осудили к 3-м годам лишения свободы. Дети очень пережили много, вы слышали много несправедливости в обвинении, много клеветы, зла, да и зная ее здоровье, зная изношенность ее организма, очень были обеспокоены, потеряли сон, потеряли покой, и в этом таком отчаянном состоянии написали как-то мне, готовя меня к этому, что папа, вот мамочка наша тоже уже с тобой, очутилась и жена в этом состоянии, вот в неволе, дети остались одни, жесток атеизм, ну а что от него больше ждать, что от него ждать, начали они этот эксперимент с нашей семьи, не только отец в тюрьме, но посадили и мать, остались детки одни, но благодаря не Богу к этому времени, они уже все заключили завет с Господом, нам можно уже было идти на страдания, потому что Бог наших деток помиловал, приблизил их к себе, они все приняли Господа и уже теперь можно не только страдать, но и умирать спокойно, дети знают Бога, дети спасенные, и осталось в доме, когда-то шумном доме, когда-то в таком доме, что мы не могли до часу, до двух ночи мать уложить нас спать, мы поем, рассказываем, радуемся, плачем, и вдруг этот дом упустел, никого, осталась одна моя дочь, Лилечка, и в такой скорби, переживании, порою в неотопленной комнате, с очень минусом, большим в градусах, зимой ночевала в этой комнате, и исполнился день рождения, и припомнились мне те долины, которым Бог вел нашу семью, через наши все скитальческие дни, и мы, скорбя об этом, размышлял я, и вот Господь посетил меня стихом, ей день рождения было, и я ей посвятил стих, который называется «Долины». Нам с детства знакомы долины, их много прошли, а конца не видать, и тянутся дни, а ночи так длинны, туманится взор, где бы силы достать. Одна из долин нас держала немалого власти своей, сквал волю и дух, долина сует, что отцами нам дана, разрушив здоровье, оставил недуг. Так часто мечтали о горах отрадных, но плача долина уделом была, и гнулася спина от нож непосильных, а с глаз безудержно катилась слеза. Мечтали о горах, но звали долины, печали и скорби, разлуки, тоски, и мы покорялись, и были гонимы, но крест свой стремились достойно нести. Изведать пришлось и долину унынье. Из смерти долина дышала на нас, наш узор туманился, страшил затменье, нередко грозился критический час. Но где бы могли мы увидеть ту силу, ту руку большую и око творца, лишь только в долинах, да, в каждую долину, он к нам снисходил, нас храня и любя. В долинах прошли мы хорошую школу, учились, как верить и верую жить, к познанию шли силы Божьего слова, и мир хоть хотел, нас не смог победить. И если судьбою тебе упуститься придется в долину, дочурка моя, не падай в уныние, смотри на вершину, где Бог и обитель готова твоя. Провисла тень над головой моей дорогой подруги, когда ее арестовали на 15 суток, обвинив ложного организации общения Харьковского, в то время как она сына отвозила на учебу, сняли с электропоезда и определили на 15 суток. И мне об этом описали дети, тут ей приблизилось 55 лет с момента рождения, с дня рождения, и Господь посетил меня подарком для нее, стихом. «Я жертвую за жертву стану», великий Павел возгласил, и верен истине без стону, всей цели отдавшись служил, Христовой церкви неизменно, за что изведав мира нрав, поруган был, но перед Богом остался несомненно прав. О жертвах знаем немало, от Авеля и до Христа, от дней апостолов досталась нам жертвенно тропа креста. Мы слышали из слов Писания призыв представить и себя живому Богу на служение святую жертву навсегда. Пришло, настало и для нас то время, чтобы к делу перейти от слов и испытать разлуки время, неволю, скорбь и звон оков. Коль посвящать, то без оглядки, коль отдаться, то целиком, и скромно, тихо, без оглядки, стать жертвой Богу со крестом. А если смерть, она бессильна, приобретение через нее получит пилигрим в отчизне, сам Бог виси почтить его. Благословить тебя желаю, моя любимая жена, в день ангела Христа благаю хранить, носить, водить тебя. Скитаясь, радуйся и веруй, страдая, бодрствуй и молись, храни неуставая верность и к цели день и ночь стремись. К сожалению, это письмо адресата не достигло, оно осталось у меня, но ее арестовали 23 июля, а 26 июля день рождения, и следователь сказал, что вашего мужа письмо, в котором вас поздравляет с днем рождения, находится у меня. Оно было изъято следователем, и она его содержание не знала, ни письма, ни стихотворения. В жизни, когда мы находимся там, в лагере, очень большую роль в состоянии нашем духовном играет почта, играет письма, которые мы получаем. Это такое громаднейшее свидетельство для внешних, они не могут три месяца получить одного письма, а нам письма идут верующим пачками, много идет писем, и с любовью друзья посылают, детки посылают, старушечки посылают, в этих письмах увещание, в этих письмах любовь, в этих письмах действительно тепло, забота о нас, и почти каждый из них заканчивается, будь верен, сохрани верность Господу, а мы уж тут все перенесем на свободе, все перенесем, лишь бы тебя встретить верным. Этого желают домашние, это желают все друзья, конечно, это не нравится ни о другом, они бы хотели, чтобы этих писем не было, они как-то ограничивают, откуда, зачем это из Челябинска, из Магнитогорска, из Кишинева, изо всех мест письма тебе, что это такое? А однако письма идут, изо дня в день идут письма. Я когда-то помечтал, так мне захотелось получить его христианская молодежь поет, и это одновременно стихотворением является, я хотел бы молиться, как молится ночью со сна, устремившись головкую ввесь. Живу этой мечтой, мечтаю, как бы получить мне, кто бы мне, или написать дочке, чтобы выслала мне. Вдруг присылает мне одна сестра, высылает мне открыточку, и полностью в ней меленько пишет этот псалом. Я его выучил на память, и все время пел. Это стихотворение обширное. Я хотел бы воскреснуть, навек со спасителем жить. Бог сказал мне, покрепче держись, и уроку моих многократную мудрую нить, принимай лишь, смотри и учись. Вот этот стих говорит о том, что мы никогда не кончим эту учебу, даже до дня пришествия Господа. Мы будем учиться, и как сноб на току, и как клен, как сосна, которая молится, как зерно, которое в жерновях превращается в муку. Этот замечательный для меня был стих. Очень красочно есть, друзья, оформляют. Я очень много открыток привез с собой домой, они хранятся у меня, потому что я не мог их не сжечь, это с любовью оформлено, особенно Миллер Элла из Челябинска, сестра, очень богатые открыточки оформляет. Очень много лилечка, ястребов о хороших, да, и моя дочь, вот, из всех моих детей, сколько я имею зятей, невесток, одна у меня есть дочь, Лиля, та, больше половины мне прислала, чем все они вместе взятые. Это очень заботилось о том, чтобы я имел пищу вовремя, как духовную, стихи, Слово Господне, псалмы, и я очень благодарен Господу за это детям. Бывают для узника и минуты тяжелые, там, вот, дух уныния иногда посещает, дух скорби, какая-то пустота духовная периодом ощущается, и в это время так нужна поддержка, так нужна помощь, какая-то братская, и Господь знает, использует для этого друзей. однажды получаю, когда раздумья о жене, как она там будет переносить эти тюремные тяготы с ее хрупким, больным, усталым телом, приходит мне утешение от брата одного, слово ободрения о том, чтобы упование наше было твердо на Бога, что Господь не оставит это его обетование, а он не изменен в слове. Это письмо я сберег, да и еще несколько писем такого глубокого содержания, которые приходили именно в те минуты, когда надо было мне утешение, надо было утешить мое сердце. Среди почты, которые я получил, очень много писем, особенно к праздникам очень много писем. Однажды оперчасть вызывает меня и вручает мне три письма из-за рубежа. Открыв эти конверты при мне, вскрыли они и мы нашли в одном конверте красивая открыточка с изображением парусов, стереооткрытка и с надписями на голландском языке. К сожалению, я прочесть не мог, но чувствовал, что там дух братский, чувствовал, что там поддержка меня, чувствовал, что там молитва за нас и еще два конверта, одно из Германии и третье письмо, кажется, из Швейцарии. Чувствовал, что, конечно, друзья очень хотели бы быть рядом, утешить, поддержать. Хочется благодарить таким друзьям. Слава Господу, что у нас есть друзья и в пределах страны, и за пределом, которые рассылают молитвы Господу о нас, узниках, день и ночь. Слава Господу, прийти. Слава Господу, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok